В эфире новости на Якутия 24. В студии работает Василий Радченко. Поговорим о главных событиях к этому часу. Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы на ЛЭП в результате аварии, на которой без света остались почти 70 тысяч жителей Верхневилюйского, Вилюйского, Нюрбинского и частично Сунтарского районов. Об этом Якутия 24 сообщил первый заместитель министра энергетики республики Николай Дураев. По его словам, в настоящее время все потребители получают электроэнергию от резервных источников. Напомним, перерыв в энергоснабжении произошел в результате аварии на участке между Нюрбой и Сунтарами. Сегодня около 10 часов утра. В настоящее время прокуратура начала проверку. Федеральная сетевая компания «Единая энергосистема» начала строительство линии электропередач на севере Иркутской области. Новая ЛЭП присоединит западный энергорайон Якутии к энергосистеме Сибири и обеспечит внешнее электричество Байкала-Амурской железнодорожной магистрали. Планируемый же объем инвестиций более 5 миллиардов рублей. ЛЭП также создаст возможность технологического присоединения к электросетям объектов трубопровода в Восточный Сибирь-Тихий океан. Общая протяженность двухцепной воздушной линии составит 320 километров. Она пройдет по труднодоступным территориям Иркутской области и пересечет 38 рек в бассейне реки Лена. В России утвердили субсидирование кредитов на покупку деревянных домов. Цитата. Предусматривается предоставление в 2018 году кредитов физическим лицам на приобретение деревянных домов заводского изготовления у производителей по льготной ставке. Скидка составит 5 процентов с последующим возмещением кредитным организациям за счет средств федерального бюджета. Об этом заявили в правительстве. Уточняется, что принятое решение направлено на поддержку внутреннего спроса на продукцию деревянного домостроения и увеличение объемов производства деревянных домов заводского изготовления. Председатель правительства страны Дмитрий Медведев утвердил правила финансирования строительства социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке. Документ позволит передать в регионы ранее запланированные средства. Оказание государственной поддержки субъектам Дальнего Востока позволит ускорить создание социальной инфраструктуры и повысить качество жизни в макрорегионе. В рамках федерального финансирования в течение до 2020 года состоят 119 социальных объектов. На эти цели предусмотрено 68,5 миллиардов рублей. В Нервингре отремонтируют детскую поликлинику. В Хандеге построят новое здание многопрофильной гимназии. В Среднеколымске многофункциональный спортивный зал. А в Якутске новую школу номер 35. В Якутии остро стоит вопрос тарифа в межсезонье, когда еще паромы не могут ходить, а толщина льда уже не позволяет проехать через реку на автомобиле. Вопрос регулирования пассажирских перевозок на воздушных подушках обсудят 29 марта на Общественном совете при Госкомцен Якутии с участием предпринимателей и населения. Напомним, что в апреле прошлого года правительство Якутии ввело государственное регулирование на перевозке пассажиров суда ими на воздушных подушках. Госкомцен Республики тогда установил экономически обоснованный тариф за переправу в размере 1000 рублей из расчета на одного взрослого пассажира, в то время как перевозчики повысили тариф до 2000 рублей и более. Повысить качество автозимника Сибян в Кобяйском районе. Именно такую задачу поставили перед собой правительство Якутии, жители района и акционерное общество «Прогноз». Как планируют продлить срок службы и укрепить ледовую переправу, узнавал наш корреспондент. Это единственная дорога, по которой можно доехать до отдаленного села Сибян. Сегодня на этой обширной территории проживает коренной малочисленный северный народ – Эвены. Также автозимник «Батамайс Сегян» Сибян – это единственный способ добраться наземным путем до месторождений серебра, золота, свинца, меди и олова Мангазейского рудного поля. Второй сезон подряд акционерное общество «Прогноз» проводит дорожные работы на автозимнике Сибян. У населения есть потребность сообщения с городом Якутском, с районным центром. Для этого, конечно, нужны очень большие средства. И я очень рад, что АО «Прогноз» совместно с правительством нашей республики решает этот вопрос обустройства автозимника. В прошлом году собственными ресурсами компания отсыпала сложный участок дороги в местности Арга-Алы, рядом с поселком Сигян-Кёль. Нынче объем работ запланирован уже по всей дороге. В 2017 году «Прогноз» выиграл аукцион на содержание автозимника. Таким образом, будут отсыпаны и другие сложные участки. Это составит порядка 20 тысяч кубических метров гравия. На дороге будет устранена колейность. Сделаны объезды. Я выполняю задачу расширения дороги и делаем объезды по наледям, по опасным участкам дороги. Я считаю, что самые опасные участки дороги – это между Сигеном и Сигеном. Объем дорожных работ включает в себя пробивку объездов, так называемых полок. Их пробивает по берегу рек в обход наледей. Как говорят старожилы этих мест, при Советском Союзе по полкам можно было проезжать круглый год. Дорога, я бы сказал, очень хорошая, соответствует. Поэтому вот эта машина, она доехала практически почти без сопровождения, скажем. На одном наледе провалился, и сам расширил лед, расширил и вышел. А так, ну, нету такого, чтобы его волохом везли. Восстановление этих объездов не только продлит срок действия автозимника, но и увеличит его грузоподъемность. Развитие дорожной инфраструктуры в этом районе даст возможность отдаленным селам преодолеть оторванность от центра республики, а также даст необходимый толчок раскрытию промышленного потенциала в Кобяйском улусе. Власий Сергеев, Радомир Томский, Кобяйский район. Федеральное агентство железнодорожного транспорта объявило повторный конкурс с ограниченным участием на строительство в Якутии участка железной дороги Томот-Нижний Бестях. Это следует из данных системы «Спартак Маркетинг». Начальная, то есть максимальная цена контракта составляет 1 миллиард 951 миллион рублей. Заявки принимаются до 6 апреля. Начало предквалификационного отбора запланировано на 9 апреля. Заявки будут оценены и рассмотрены уже 10 апреля. Летать со скидкой. Льготные полеты за полцены с Дальнего Востока в Калининград и Симферополь начнутся в первой половине апреля. Об этом сообщили в Росавиации. Такие полеты продлятся до 1 декабря. С этого года все программы субсидированных полетов из центральной части России в другие регионы и обратно, которые начинают действовать весной, объединены в одно постановление правительства. Это даст возможность средствам не израсходоваться в рамках одной программы и использовать для открытия дополнительной продажи льготных билетов для пенсионеров и студентов по другой, более популярной программе перевозок. Проблема бездомных животных остро стоит в каждом населенном пункте. В селе Бердегистяк горного района данному вопросу уделяют особое внимание. Проблема бездомных животных все более беспокоит жителей села. Выброшенные в подъезды многоквартирных домов коты доставляют людям массу неудобств в виде неприятного запаха, громкого мяукания и так далее. Но куда более серьезную угрозу несут бродячие собаки. В поселке стало очень много бродячих собак. Собаки ходят в стаями. Для людей с детьми, для таких пожилых жителей, как я, они несут большую угрозу. Хотелось бы, чтобы бездомных собак не было. В селе Бердегистяк ежегодно отлавливают и усыпляют более 90 собак. Круглогодичным отловом занимается подрядная организация. Весной и осенью работа в этом направлении усиливается. К примеру, на данный момент в Нослеге объявлен двухмесячник по отлову бродячих животных. Тем не менее, число бездомных животных остается на уровне. Ситуация усугубляется тем, что сами жители, владельцы животных, отпускают своих питомцев на волю. К сожалению, население не понимает, отпускает своих собак на волю. И большинство животных бегают с ошейниками. Наряду с двухмесячником по отлову собак в Управлении ветеринарии села стартовала бесплатная вакцинация собак и кошек против бешенства, эхеннокока и других опасных заболеваний. В рамках мероприятия привиты более 80 животных. Вакцинация завершилась в конце прошлой недели. В скором времени акцию проведут повторно. В Якутске Всемирный день социальной работы отметили днем открытых дверей. В комплексный центр соцобслуживания обратились за медицинским обследованием и консультацией специалистов. Пожилые инвалиды посетили мастер-классы по лечебной физкультуре и психологические тренинги. Самыми же востребованными врачами в этот день стали терапевт и офтальмолог. Пациенты проводят весь день в центре, а некоторые проживают там вовсе. Старики говорят, что самое главное для них – это общение и организация досуга. Мне очень нравится психологическое занятие. Психолог занимается с нами. Ну, они, знаете, рассказывают, как что, как можно отдохнуть, как можно выйти из состояния стресса. Финалисты республиканского конкурса «Долбар Хатун» встретились с активистами общественного движения «Матери России» и Союза женских организаций республики. Десятый по счету юбилейный конкурс пройдет 23 марта в Якутске. В конкурсе принимают участие семь женщин-матерей. Активисты общественного движения познакомили участниц с работой организации «Матери России». Филиалы же движения сегодня работают и в районах республики. Активисты организуют в школах занятия об ответственном родительстве, консультации для многодетных семей и другие мероприятия. Отметим, что по распоряжению правительства республики проводится и Международный день девочек и сыновей. В течение этих десяти лет недавно мы встречались с женщинами, которые участвовали в самом первом конкурсе в 1998 году «Долбар Хатун». Все конкурсанты, которые участвовали в течение десяти лет, их, наверное, уже более ста, это яркие женщины, представительницы своих семей. И они сегодня пропагандируют ту большую политику, семейную политику, демографическую политику. Выставка-ярмарка и съезд коренных малочисленных народов. Ко дню Арктики в Якутск приехали 119 делегатов из Амурской области, Красноярского, Хабаровского края и делегации из северных районов республики. Проходит выставка с 19 по 21 марта на площадке Дома дружбы народов имени Кулаковского. В течение двух дней участники из арктических районов продемонстрируют уникальные изделия. Выставка-ярмарка включает следующее мероприятие. Это конкурс «Лучшая экспозиция», «Лучшее произведение народно-художественных промыслов», концертная программа «Ликующие звуки бубна» и мастер-классы. Я уже третий раз здесь, на этой выставке. И вот в этот раз, в третий раз я решила предоставить работы наших сельчан, сельчугея, которые не могут выехать. Показать хотя бы хоть малую часть, которую, показать их работы здесь, на республиканской выставке «Мир Арктики». Главное – участие, показать, чтобы посмотрели другие наши работы. А на этом у меня все. Мы следим за развитием событий. Спасибо за внимание. Оставайтесь на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова